Сегодня попробуем сделать игру про зомби. Создадим новый проект. Дальше. Нам нужен фон. Фон сделаем с помощью частиц фона. У нас разные виды есть. Вот этот выберем. Чем отличается от спрайта? То есть прайк был копировался, растягивался, а этот будет копироваться. Теперь закроем замок, чтобы он не двигался. Добавим еще один слой и на этом слое спрайты создадим. Начнем со спрайта героя. Пусть герой у нас будет такой. Вид сверху. Герой. Герой вид сверху. Герой. Так, дальше. Сразу добавим спрайт зомби. Вот мой зомби. Так, и нам еще нужны спрайт пуля, потому что у нас наш герой будет стрелять пульками. И взрыв. И взрыв. Потому что наш зомби будет взрываться, если в него попадет пуля. Пуля. И взрыв. Так, значит, герой. У героя назначим поведение. Скрул то, что за ним следила камера. Дальше. Он должен у нас оставаться в пределах уровня. Не покидать его. И поведение у нас будет пуля. Чтобы он мог двигаться. Так, теперь у остальных. Зомби. Бэхэверс. Пуля. Чтобы он мог двигаться. И... Он должен уничтожаться, если выходит за пределы макета. Так, зомби. Пуля. То же самое. То есть, у него поведение. Пуля. Плюс. Уничтожение за пределами макета. И взрыв. У него будет поведение. Растаять. Ну вот. Значит, зомби. Начнем с него. Каждый момент времени должен поворачиваться к герое. То есть, зомби, все, которые у нас будут, они будут охотиться за героем. Значит, как это записать? В каждый момент времени, это... Вот так записывается. В каждый момент времени. Зомби. Сет. Ингл. Вот так возьмем. Сет. Ингл. Повернуться куда? Герой. Икс. И герой. Игрек. То есть, у нас получается зомби всегда будет повернут к герою, чтобы он мог на него охотиться. Ну и сразу напишем, что система каждые три секунды или сразу напишем random 3. То есть, через 0, 1, 2 или 3 секунды будет генерировать зомби. Система. Создать объект. Зомби. Layer 1. Вот у нас тут все. И теперь x и y. Размер макета у нас был... Мы не помним, какой, поэтому... Вернемся. 1708 на 960. Значит, здесь напишем. В каждой из позиций то есть, нам опять функция random нужна. 1708 на random. 960. Ну, в принципе, можно попробовать посмотреть, что у нас получилось. Вот. У нас зомби. Они все несутся. У героя поведение поля, но зомби все, которые у нас создаются, они бегут к нему. Это хорошо. Теперь нам нужно сделать, чтобы герой как-то нас слушался. герой у нас будет слушаться мышки. То есть, мы будем водить мышкой, и герой будет бегать за ней. Значит, как это сделать? Сначала нам нужно добавить события мыши. Дважды щелкнем. И теперь в каждый момент времени герой должен поворачиваться к указателю мыши. Так, вот мыши у нас есть. Мышь X и мышь Y. Попробуем, что у нас получилось. Ну вот. Только скорость у них, конечно, очень большая у этих всех существ. Поэтому попробуем сделать поменьше. У зомби пусть будет скорость не знаю, пятьдесят. А вот человечка восемьдесят. Так, ну и сразу сделаем, чтобы научить его стрелять. Нашего человека. Он будет стрелять, когда у нас слева кнопка мыши нажата. То есть, у нас есть мышь. Значит, он клик. Левая кнопка. Значит, герой спаунит пулю. Пулю. Ну вот, лейер один. А с имидж поинт немножко позже разберемся. Вот сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну вот. То есть, у нас пули вылетают из серединки. Это как-то странно. Как сделать, чтобы было нормально, чтобы пуля у нас вылетала из пистолета. Возьмем, дважды щелкнем по нашему спрайту. И вот здесь есть такая штука, называется имидж поинт. То есть, мы сейчас добавим еще одну точку вот здесь в пистолетик, чтобы у нас пули могли вылетать отсюда. Ну и исправим программу. То есть, здесь у нас имидж поинт будет один. Попробуем. Ну вот, видно, что пуля вылетает из пистолета. Мы пили. Стоп. Так, теперь нам нужно сделать, чтобы наши пули убивали этих зомби. То есть, пуля когда встречается зомби, что должно случаться. Зомби сначала должен спаунить взрыв, чтобы было страшно, красиво. Ну, тут без разницы, где. потом они должны оба эти объекты исчезать. То есть, зомби дострой и пуля тоже дострой. Так, ну и сразу сделаем, чтобы у нас подсчитывался результат, сколько мы зомби прибили. Значит, для этого вот здесь сделаем окно для вывода. Вначале у нас 0. Цвет здесь делаем белый. Размер побольше, скажем, 48. тут правой кнопкой щелкнем, добавим глобальную переменную счет. И каждый раз, когда мы будем убивать зомби, система будет добавлять счету единичку. И мы его будем выводить в текст. Текст. Сет текст. Счет. Ну и сделаем, чтобы зомби тоже могли убить нашего героя. То есть, если зомби соприкасается с героем, героем, то герой дестрой. Ну и сделаем рестарт. Систем wait 3 секунды и restart layout. Посмотрим, что у нас получилось. 2 штуки уже убито. 3, 4, 3, 4. Ну вот, то есть, здесь можно сделать скорость побольше у зомби, чтобы было интереснее играть. что можно еще сделать? Можно добавить игроку здоровья. То есть, пусть зомби не сразу его съедают, а, например, после третьего раза. То есть, создадим, создадим, во-первых, переменную здоровью. в начале у нас пусть будет она 3, 3 жизни пусть у нее будет. Вот. Ну и теперь, когда зомби соприкасается с героем, у нас получается система должна вычитать из здоровья единичку. Так. Ну, можем тоже переменную отразить ХП, а можем не отражать. вот такой у нас игра на сегодня получилась. Можно играть до бесконечности, пока не надоест. Можно сделать так, что когда герою убивает достаточное количество зомби, он выиграл. На этом стоп. достаточное достаточное Продолжение следует...